В доме музея семьи Бубновых открылась выставка советского агитационного искусства. Тематика выставки завязана на истории нашего города. Именно в Иваново-Вознесенске 110 лет назад был создан первый рабочий совет, определивший историческое развитие нашей страны. Вся выставка построена на предметах из фондов нашего музея, музея Мини Бурылина. Надо сказать, что еще Дмитрий Геннадьевич Бурылин заложил традицию собирания фарфора. У него богатая коллекция фарфора 18-19 веков, европейского фарфора. Ну и в советское время эта традиция продолжалась, и коллекция фарфора пополнялась, в том числе и за счет агитационного фарфора советской эпохи, который сейчас стал абсолютно уникальным и превратился в произведение искусства. Среди экспонатов агитационный фарфор «Фаянс», а также изделия народных промыслов, мастеров Ростова, мастера, Палиха. Экспозиция дополнена уникальными текстильными полотнами, созданными на Ивановских фабриках, фотографиями нашего города на рубеже 30-х годов 20-го века. Именно после революционной ритмы жизни новые формы искусства, меняющийся облик города стали центром выставочного проекта. Как ни странно, сейчас интерес к советскому прошлому, к ушедшей советской цивилизации, очень велик и в нашей стране, и в других странах. Вот, насколько я знаю, китайские туристы специально готовы ехать за тысячи километров, чтобы окунуться вот в эту советскую эпоху. И мы, как наш город, город революционных традиций, рабочих традиций, конечно, может предоставить очень много материала на эту тему. Безусловно, экспонаты выставки вызовут интерес прежде всего у специалистов, историков и людей, интересующихся искусством. Но в своем потенциале подобные музейные проекты выполняют работу и по брендированию города, которая тесно связана с революционной советской тематикой. Иваново-Вознесенск достаточно прочно ассоциировался в свое время как город пролетарский, большевистский. И вот эта вот репутация, она, с одной стороны, стала невостребована после советское время, с другой стороны, она делает наш город уникальным. С точки зрения продолжающегося поиска туристической привлекательности нашего региона, Иваново имеет все шансы занять определенную нишу исторического туризма, дать уникальный опыт погружения в иную эпоху, во времена построения утопии, которая так и не реализовалась. Александр Руденко, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.